приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас передача время эксперта и мы в гостях у владимирского антона вячеславович заместителя директора по научной работе научно-практического центра медицинской радиологии департамента здравоохранения города москвы здравствуйте предлагаю поговорить о практических аспектах телемедицины в российской федерации и давайте начнем с такого вопроса вот что сейчас в правовом поле по телемедицине в россии какие законы есть какие нормативно-правые акты регулируют данные отрасли надо сказать что последние несколько месяцев характеризуется замечательным замечательным процессом появилась целый ряд нормативных нормативно правовых документов фактически наверное процесс продолжаешь продолжается уже целый год в июле прошлого года подписан 242 федеральный закон получившие наименование неофициально наименование закона телемедицине на самом деле благодаря этому закону появились такие базовые важные аспекты в нормативном поле как телемедицинские технологии детализация многих вопросов информационных систем сфере здравоохранения интересно что с учетом такого большого повышенного внимания к вопросам телемедицины я имею ввиду на этапе обсуждения и принятия этого закона даже немножко ушло из виду такой важный вопрос как электронная рецептура который тоже отражено 20 40 трон фазе но законом определялось что далее будет разрабатываться большое количество подзаконных нормативных актов и через несколько месяцев вышел порядок организации и оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий здесь я хочу сказать что наш центр наши сотрудники и коллеги активно участвовали в разработке этого документа в обсуждении этого документа и не без нашего участия появился отдельный раздел в этом документе посвященный применению телемедицинской технологии при анализе при интерпретации результатов диагностических исследований буквально несколько недель назад появились еще два важных норматива это постановление правительства утверждающая положение о единой государственной информационной системе сфере здравоохранения и гисы за единой системы и также отдельное положение о иных информационных системах фактически нормативном поле теперь закреплены все ключевые аспекты информационного обеспечения сфере здравоохранения вы наверно забежали немного вперед, все-таки вот с 1 января 2018 года закон, основной закон вступил в силу, что изменилось вот в практической жизни врачей и пациентов? Изменилось, можно сказать, что телемедицина вышла из тени, наконец-то. Телемедицине много-много лет, десятилетий на самом деле, и если рассматривать последние примерно 25 лет, то фактически применение телемедицины регулировалось одним словосочетанием в федеральном законе о здравоохранении, был разрешен дистанционный консилиум врачей, и фактически все, никаких пояснений, детализаций, описаний ответственности, требований, условий, возможностей, ничего больше описано не было. Телемедицину практиковали, телемедицину использовали, мы знаем великолепный опыт, который был накоплен начиная с конца 90-х годов, целый ряд телемедицинских центров создавался по всей стране, центры работали между собой, работали федеральные проекты в сфере телемедицины, фактически развивался собственный рынок биоинженерной аппаратуры, но можно даже отчасти все это назвать неким энтузиазмом. Теперь же с появлением закона, с появлением нормативной базы, эра энтузиазма закончилась, теперь настала эра профессионализма, теперь и врачи, все медицинские работники могут использовать такой замечательный инструмент, как телемедицинские технологии, понимая уровни использования этого инструмента, уровни ответственности, уровни обязательств и подходить к выбору использования этого инструмента обоснованно на принципах доказательной медицине. Мы выбираем, каким фармпрепаратом лучше лечить некое состояние у некой группы пациентов, для этого проводятся научные исследования и доказывают, что вот такой-то препарат лучше действует в такой-то ситуации. То же самое касается телемедицинских технологий, они не заменяют врача, они не отменяют существующую систему здравоохранения, это инструмент, который нацелен на повышение эффективности системы здравоохранения, на устранение каких-то проблем, на лучшее управление ресурсов, на поддержку решений и так далее. И телемедицина это не панацея, абсолютно нет. Поэтому на основании результатов научных исследований организаторы здравоохранения, практикующие врачи могут принимать решение о том, когда, в каких ситуациях лучше применить телемедицинские технологии для того, чтобы максимально качественно, быстро, эффективно оказать помощь пациентам. В законе есть все-таки несколько направлений, это консультация врач-пациент, консультация врач-врач, это электронные рецепты и так далее. Как вы думаете, какое из направлений получит рывок такой, в первую очередь начнет работать в реальной практике? Да, действительно, телемедицина уже несколько лет абсолютно точно методологически разделена на два направления, на телемедицину клиническую и пациент-центрированную, то есть то, что называют в кавычках врач-врач и пациент-врач. Конечно, оговорюсь сразу, не обязательно врач-врач телемедицина происходит, да, и роль среднего медицинского персонала, медсестер, фельдшеров, в нашей сфере рентген-лаборантов, она очень велика при эксплуатации телемедицинских технологий. Ну, в обиходе, так сказать, используем выражение врач-врач, пусть так. Именно клиническая телемедицина, собственно, и развивалась в основном, преимущественно, все эти десятилетия, и, конечно же, будет определенный рывок в связи с тем, ну, в связи с легализацией, можно сказать, этого взаимодействия. Теперь, когда определены формы ответственности, теперь, когда появляются механизмы финансирования применения телемедицинских технологий, скажем, в конце прошлого года вышел приказ Минздрава Российской Федерации о утверждении номенклатуры медицинских услуг, и там, наверное, по два десятка различных услуг введены в этот приказ, имеющие отношение, собственно, к телемедицинским технологиям непосредственно. То есть, имея вот такую юридическую и финансовую основу, клиническая телемедицина будет развиваться, я надеюсь, очень стремительно, очень хорошо. То есть, еще раз повторюсь, это переход от энтузиазма уже к обоснованному применению, широкому обоснованному применению. Если говорить о телемедицине пациент-врач, здесь сфера относительно новая, относительно новая. Здесь есть разные аспекты. Есть дистанционный контроль состояния здоровья или классический телемониторинг. С ним более-менее все понятно. На самом деле, как это делать, каким образом, давно известно, давно понятно. Для этого существует довольно обширная литература, методология, доказательность. Другое дело, это прямое общение пациента и медицинского работника через некие сервисы, которые реализуются, кстати, теми самыми иными информационными системами, о которых я уже говорил. Особенно, если такое взаимодействие осуществляется впервые, то есть первичная телеконсультация, это определенная терра инкогнито. Причем не только для нас, в глобальной перспективе. Если посмотреть публикации на тему прямого первичного контакта пациент-врач посредством телемедицинской технологии, то можно легко убедиться, что количество статей на эту тему научных исчисляется единицами. Это в глобальной перспективе. То есть это действительно новое направление медицинской науки, которое будет развиваться, которое требует изучения. Что-то от чего-то откажутся, что-то появится новое, что-то докажут. Вот это работает, это не работает, это можно применять, это нельзя применять. То есть здесь скорее больше сфера для науки сейчас, медицинской науки. А если вернуться к телемониторингу, то, на мой взгляд, в сфере пациент-центрированной телемедицины, именно телемониторинг это наиболее перспективное направление сейчас. Во-первых, он решает очень серьезные, очень понятные задачи, связанные с длительным наблюдением за состоянием здоровья у определенных групп людей, например, у лиц, страдающих хроническими инфекционными заболеваниями. Понятно, для чего применяется телемедицина, понятно, какие риски можно устранить или минимизировать с помощью телемедицины в данном случае, понятен экономический результат. Более того, в Российской Федерации уже есть своя индустрия, оборудование для телемониторинга. И в кардиологии, и в урологии, и в эндокринологии появляются разработки отечественные, которые, это медицинские изделия, которые внесены в реестр, которые сертифицированы в соответствии с законодательством, их можно просто брать и применять уже как готовые инструменты. Вы уже, конечно, частично затронули этот вопрос, но как все-таки, по вашему мнению, врачи отнесутся к изменениям, и какие врачи будут готовы использовать новые технологии? Очень многие врачи уже применяют телемедицинские технологии много лет и, не побоюсь этого слова, десятилетий, возможно. В ряде медицинских специальностей просто уже не существует альтернативы цифровым технологиям. Например, если поговорить о лучевой диагностике, чем тем, чем мы занимаемся непосредственно, современная лучевая диагностика без цифровых технологий просто немыслимо, и телемедицина — это компонент современной лучевой диагностики. Если посмотреть на динамику публикаций, например, в библиотектических базах данных, такой термин как телерадиология, обозначающий применение телемедицины в сфере лучевой диагностики, так вот видно год от года нарастание количества статей, использующих этот термин, ключевые слова, соответствующие ключевое слово, а в последние два года заметно падение количества таких публикаций. О чем это говорит? О том, что закончилась телемедицина в лучевой диагностике? Нет, вовсе нет. Просто она растворилась в лучевой диагностике. Нет больше телерадиологии, теперь есть просто радиология, компонентом которой являются в том числе телемедицинские технологии. Телемедицина перестала быть некой надстройкой или субдисциплиной в лучевой диагностике. Это стало рутинным вопросом. Другое дело, что любой инструмент в медицине, в здравоохранении, он требует обоснованного подхода, обоснованного использования. Вот выдающийся советский русский, российский хирург Юдин говорил, что каждая технология в медицине проходит три этапа. Первый этап это отрицание, второй этап это панацея, и третий этап, когда определяются показания и противопоказания, метод занимает свою нишу в арсенале всех средств медицины. Это к любому методу относится, хоть к таблетке, хоть к инструменту, хоть к цифровой технологии. И вот я вижу основную потребность сейчас существующую. Это как можно более быстрый переход от первой-второй стадии к третьей стадии. В данном случае третья стадия это хорошо. Сейчас какая стадия будет? Ну вот надо двигаться к третьей стадии сейчас, скажем так. В данном случае это хорошо, когда третья стадия настанет. Для этого нужна наука. Мы выпускаем уже несколько лет журнал телемедицины и электронного здравоохранения. Журнал этот мы создали именно с целью максимально широкого информирования медицинского общества о профессиональных аспектах применения телемедицинских технологий. Много в журнале переводных статей. То есть здесь отражены лучшие практики глобальные, в глобальной перспективе. Журнал является медиапартнером Международного общества телемедицины и электронного здравоохранения. Теперь, когда телемедицина вышла из тени, мы буквально призываем отечественных авторов писать на тему телемедицины, описывать свой опыт. Мы знаем, что опыт огромный, он есть. Он звучит на конференциях, он звучит в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее. Теперь весь этот опыт должен из публицистики переводиться в формат научных публикаций. И по мере научного анализа, накопленного опыта, будет появляться доказательная телемедицина. Чем быстрее и лучше будет развиваться доказательная телемедицина, тем быстрее и лучше врачи будут использовать и более широко будут использовать телемедицинские технологии. Как вы оцениваете экономические выгоды от использования телемедицинских технологий? Есть ли они вообще для государства в целом? Как это может строиться в государственную систему финансирования медицинской помощи? Эффекты от применения телемедицинских технологий могут быть разные. Может быть более, скажем так, медицинский эффект, может быть более социальный эффект, может быть качество жизни пациента, может быть снижение количества повторных обращений и так далее. Экономическая эффективность – это один из результатов, который можно достичь в определенных ситуациях. Дело в том, что применение телемедицинских технологий должно быть направлено на решение каких-то вполне понятных конкретных задач. Традиционно десятилетиями телемедицина больше рассматривалась как некое клиническое направление, то есть инструмент для улучшения каких-то процессов, результатов именно в рамках лечебно-диагностического процесса, ну или профилактики. В последние годы появилась другая тенденция, тоже в глобальной перспективе. Рассматривается телемедицина как инструмент организации и управления медицинской помощью. И вот когда телемедицинские технологии погружаются, можно сказать, в менеджмент в медицине, вот здесь можно получить понятные и очень серьезные экономические положительные результаты. Приведу пример из нашей собственной работы. В прошлом году мы в первичном звене системы здравоохранения Москвы внедрили модель централизации описаний на базе Единого радиологического информационного сервиса, который создан усилиями Научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения города Москвы, реализована модель централизации описаний. Суть ее состоит в следующем. В одной из поликлиник с разветвленной филиальной сетью создан на базе головного филиала Единый центр описаний. Исследования во всех филиалах поликлиники, я имею в виду компьютерной магнино-резонансной томографии, проводятся при минимальном участии врачей, в основном 90% силами среднего медицинского персонала. Все исследования попадают в ЕРИС и дистанционно интерпретируются врачами, которые физически работают в одном центре, только в одном головном учреждении. С экономической точки зрения, что произошло? Во-первых, оптимизировался кадровый состав. В Единый центр вошли врачи максимально высокой квалификации, которые прошли конкурсный отбор для работы в этом едином центре, прошли повышение квалификации и так далее. И помимо моральных стимулов, эти люди получили серьезный материальный стимул, потому что на 150% была повышена заработная плата. Уменьшилось количество используемых площадей, уменьшилось количество фотолабораторий, изменился фод. За счет этого в год за год поликлиника сэкономила почти 30 миллионов рублей. Вот явный эффект, экономический эффект применения телемедицины. Качество описаний возросло. Мы говорим об этом объективно, потому что у нас есть методология контроля качества дистанционного аудита, результатов радиологических исследований. Поэтому мы говорим о том, что качество помощи отнюдь не упало, но даже возросло. Экономический эффект налицо. Более того, возросла производительность труда. Это важный аспект. До внедрения вот этой системы, модели централизации описаний на основе телемедицины, производительность труда была минимальная. Один врач описывал примерно 5-7 исследований в рабочую смену. Это очень мало. Сейчас 20. 20 это в принципе международный стандарт с небольшими колебаниями, но это вот тот уровень, это оптимальный уровень производительности труда современного врача-радиолога. Высвобожденные средства поликлиника направила и на повышение зарплаты врачам, и на другие цели, какие только нужны были. И если говорить о лучевой диагностике, в том числе на приобретение расходных материалов, которые нужны для проведения исследований с внутривенным контрастированием, которые являются в принципе золотым стандартом для диагностики онкологической патологии в сфере лучевой диагностики. И хочу сказать, что в нашем НПЦ медицинской радиологии, директором которого является профессор Морозгов Сергей Павлович, ведется большая работа в плане развития телемедицинских технологий и именно с акцентом на управленческие аспекты. Централизация описаний, обеспечение описаний по субспециализациям в первичном звене. Огромная работа ведется по дистанционному контролю качества. Можно говорить, что именно у нас в наших стенах разработана отдельная телемедицинская методология дистанционного аудита. То есть у нас есть штатный персонал врачей-экспертов, которые в рутинном порядке повторно пересматривают до 10% результатов всех исследований, выполняемых в поликлиниках города Москвы. Пользуются для этого ЕРИСом, Единым радиологическим информационным сервисом. И при обнаружении расхождений, каких-то проблем, неточностей предлагают решения для медицинских организаций, как повысить качество медицинской помощи. Может быть образование, может быть какие-то краткосрочные тренинги, может быть настройка оборудования, может быть работа с оптимизацией потоков пациентов и так далее. И проследив результаты, количество таких расхождений в течение года, мы отметили, что количество расхождений достоверно снизилось на 67% за один год применения подобной технологии. И хочу сказать, что эта работа отмечена очень серьезно. И в том числе в апреле этого года мы получили премию правительства Москвы. Профессор Борозов Сергей Павлович докладывал нашу работу на конкурсе, который проводил департамент здравоохранения города Москвы. И мы вошли в перечень победителей. Таким образом получили еще и общественное признание. Очень здорово, что такая работа ведется. Действительно, это такой нестандартный подход к использованию тех же телемедицинских дистанционных технологий. Следующий вопрос про пациентов. Как вы считаете, готовы ли пациенты к нововведениям? Как они вообще в целом относятся к телемедицинским технологиям? Потому что все мы знаем, что в большинстве случаев пациенты оценивают эти телемедицину как некое лечение через телевизор. Вот эти вот руки, которые прикладывали к телевизору. Как вы считаете, сейчас ситуация поменялась? Вы знаете, я боюсь, что сейчас ситуация особо не поменялась. Потому что... Чего уж греха таить. Не все врачи читают профессиональную литературу о новых технологиях. Зачастую руководствуясь новостями в средствах массовой информации. Но уж пациенты это точно не будут читать профессиональные журналы, да. И широкая аудитория, безусловно, черпает информацию из интернет-изданий, газет, журналов, телевидения и так далее. И надо сказать, что качество публицистики на тему телемедицины оставляет желать лучшего. Это очень-очень мягко сказать. Я знаю, что существует и активно очень работает ассоциация медицинских журналистов. Очень надеюсь, что подобные структуры могут быть источниками как раз очень релевантной, качественной информации. Фактически необходимо развеять вот этот миф или какие-то предвзятые такие клише, которые кочуют из публикации в публикацию, то про телевизор, то про каких-то экстрасенсов и так далее. И в конце концов начать людям рассказывать, объяснять нормальные, понятные вещи, адекватные вещи. Дело в том, что телемедицина, с одной стороны, пациент, если говорить о пациенте, с одной стороны, телемедицина представляет собой интересные возможности, полезные иногда, даже спасающие жизни возможности. С другой стороны, некое такое хаотическое, невнятное применение интернет в целях, связанных со здоровьем, скажем так, да, или что-то возле медицины, я имею в виду пациентам применение, оно чревато угрозами для жизни. Можно говорить о том, что сейчас надо формировать навыки, навыки, навыки по безопасному и эффективному поведению человека в интернет относительно своего здоровья, скажем так, цифровая гигиена, что ли, если так можно сказать, да, если мы в медицинское общество, врачи десятилетиями учили цивилизацию мыть руки перед едой, да, то теперь, наверное, мы должны также учить людей, в образно выражаясь, в кавычках, мыть руки, заходя в интернет, да, для того, чтобы понимать, какие сервисы могут принести пользу, а какие могут принести вред, и где тот предел, когда нужно остановиться и, может быть, обратиться к очному врачу, или вообще недопустимо применение телемедицины есть, ведь и противопоказания для применения телемедицинской технологии, это известные вещи. Вот такая подготовленная профессионалами информация сейчас крайне важна, она должна продвигаться через СМИ, через публицистику, но авторами ее должны быть не только журналисты, но и профессионалы. Антон Вячеславович, спасибо большое за очень интересный рассказ, желаю вам и вашему центру новых побед, премий, наград, и очень здорово, что такие центры существуют, и такая работа ведется. Большое спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова